Совсем недавно я смотрел восьмую серию сериала Папа Зек, где впервые за долгое время нам наконец-то показали маму киллер, что она все еще живая и все еще находится в сериале. Что не может не радовать, ведь я искренне надеюсь, что Лара Смит начнет чаще появляться в этом сериале Папа Зек, чтобы привести своих мужиков немножечко в чувство. Если надо, даже лечей раздать, чтобы они собрались побыстрее. Ну или как минимум, чтобы она спасла бедного Майки, потому что мне его дико жалко, если вам тоже ставьте лайк. И сегодня мы будем смотреть девятую серию данного сериала. И опять же таки, буду надеяться, что она появится и в этой серии. Кто любит маму киллер, ставьте лайк. Кто любит Папа Зека, ставьте лайк. Кто любит меня, ребята, на это вы зря, конечно. Поехали, посмотрим! Папа Зек на зоне Чирилвек, Папа Зек серьезный человек, Папа Зек порвет за чебурек, Папа Зек! И мама киллер, я надеюсь. Ставки на спорт! Осуждаю, блин! Мося забухал, ну здорово, блин! Ребят, напоминаю, кто не знает, вот этот полицейский является родным отцом Мося, но Мося об этом не знает. Отпусти, чё тебе от меня надо? Отпусти мне, батюшка, грехи! Кажется, он сейчас догадается, потому что там портрет, ну где этот коп держит на руках ребенка. Тупой коп! Самое время, чтобы его осенило. Попей водички, полегчает! Мося, это чё такое? Говно редкое, это ребенок же слепой, блин. Мося, пора сказать тебе правду! Я твой папа! А-а-а! Он аж вырубился, блин, бедолага! Блин, эта сцена напомнила мне сцену из Звездных Войн, там где Дарт Вейдер сказал Люку, что он его отец. О, так это же Моряк Попай, классный сериал. Не знал, что шпинат такой полезный! А то! Вот помню на войне! Наконец-то, ребята. Мы с товарищами любили подкрепиться шпинатом. Он поднимал бойцовский дух и делал нас сильнее. Но у него было побочное действие, живот надувался, и выходили газы. Блин! Это примерно так и работает, если что, ребята, запомните. Да, шпинат наделит вас суперсилой, но также он сделает вас пердоменами. Если не рассчитать с количеством, можно улететь в тротосферу. Мне пришла идея обратить эти минусы в плюсы. Боев шпината, на его пердёжной тяге мы залетели прямо в тыл ничего не подозревающего противника. Да ладно ничего не подозревающего, я уверен, там воняло, блин, на весь город. За это нас прозвали пердёжный десант. Отличное название. Фу, Майк, от тебя воняет. Работаю на скачках. Убираю лошадиные какашки. За 9 серий Майки перепробовал почти все работы, блин. Все работы в городе. Вот что значит настоящий, блин, труженик. Не то что вот эти два сидят трудня. Скачки, шпинат, ставки на спор, криминальная идея. О, я даже уже понял, про что он говорит. Он будет кормить лошадей с шпинатом, чтобы они пердели и быстрее бежали? Надёжный план, по-любому сработает. Может хватит криминала? Даже дед сказал, хватит криминала? Офигеть. Кнись, старый. О, это ж был крутой папана. Офигеть, ребята, отсылка на крутого папана. Под залог вашего дома мы можем выдать кредит 10 тысяч робаксов. Чё так мало? Ну, потому что, ну, вы не пробовали убирать дома, не? Может, вам бы дали 11 тысяч. Вы согласны? Мне нравится вот эта фотография на заднем фоне. Это отсылка на вот этот мемас. Предждаю, что в случае неуплаты... Да-да, гони робаксы побыстрее. Джерри, боже, научись читать контракты. Хочу сделать ставку на конные скачки. Сколько? И на какую лошадь? 10 тысяч робаксов. Ну, звучит клёво. Так, они явно что-то знают, чего не знает Джерри. Почему они так смеются? Вот придурки. Этот конь ещё ни разу не побеждал. Мы ставим миллион робаксов на демона. Самый скоростной конь роблокса. Ну, не знаю, а выглядит он как самый скоростной конь из Майнкрафта, если честно. Надеюсь, сейчас никто не кушает из вас, ребята. Эй, Майк! А? Ну, корми шпинатом белого коня! Я почти уверен, что это не так работает. Если бы это так работало, то всех бы коней кормили бы только шпинатом. Ой, Меркурий, что с тобой? На старт! Внимание! Подождите, у меня вопрос. Чёрным конём из ада управляет вампир? Это странно. Блин, лишь бы он не взорвался, этот конь, потому что вдруг там передост со шпината. Меркурий отстаёт уже на полкруга! О, ма-га! Что происходит? Невероятно! Кто победил Меркурий? Офигеть! Если бы можно было бы машину накормить шпинатом, то поверьте, на Формуле 1 все бы ездили на пердильной тяге. Мама киллер! Мама киллер, ребята, мама киллер! Она уже даже не стесняется, она вот так вот просто берёт и на весь экран появляется из куста. Я в шоке, смотрим дальше. Сынок, заберём вы... Она следит за ними? Окей, может быть она хочет их... Или наоборот, защитить от чего-то? Игрыш, купим тебе новую тачку! Здорово! Гоните наши 10 миллионов ребаксов! Эээ, да, конечно! За выигрышем пройдите в ту дверь! Эээ... Что-то я сомневаюсь, что за той дверью их ждёт выигрыш. Скорее всего, знатные трамбулей. Ещё один повод не ставить деньги, да, на спорт. Ребята, никому не рекомендую. Крен вам, они выигры! Это что за звуки? Ща узнаем! Срочная новость! Из местной тюрьмы сбежал опасный преступник Дэнни Дрэхо! Это же гуру, блин! Гуру Джерри! Ребята хорошо поработали! Дед, ну чё, кто там? Эээ... Не вижу! Это же... Это же сестра! Сестра Майки! Она... Она тоже... Она тоже... С ней всё в порядке! Помните, у него была сестра? Почему всем пофигу на сестру Майки, но ни... Кому не пофиг на маму киллера? Ребята, она тоже была в сериале, да? Она там уехала на гастроли. О! Фёкла! Я Уэнздэй! Ты чё тут делаешь? Я хотела стать звездой... Хотел стать блогером, как я. Но на другом ютубе. По кино! Но они меня обманули! Дед, ковыряй стену дальше! Неужели в этой серии будет воссоединение семьи? Считай, свёклу нашли. Ща мама киллер придёт. Вон, Трэхо уже приехал. Он тоже уже часть семьи, сами понимаете. Офигенная серия, ё-моё! Дэнни, братишка, лови Блокси! Теперь ты с нами в клане Сопрано! Ого, клан Сопрано. Есть такой сериал, если что. Ты чё? Ставки на спорт, да? Да. Тараканы и забеги. Ты вовремя пришёл, блин. Ставлю вон на того таракана! Блокс Койны принимаете? Это же наши деньги. Дэнни, приступай к работе. Сынок! Ну сколько можно? Подумайся! Блин, интрижка. Офигеть, я уже думал, его пришьют, блин. Извините за беспокойство. Ребята, ещё один повод не становиться ютуб-блогером. Вас в любой момент могут загрыть в подвале, блин. А мама киллер только что разбила окно кирпичом, чтобы её семья убежала на свободу. Ещё и верёвочку им подала. Сынок, пора браться за голову. Да, пап, еду поступать в колледж. Молодчина! Звучит как враньё. Гони флешку, падла! Жми нога! Ладно, я ставлю на то, что его спасёт мама киллер. А, не, его спас поезд! Ну здорово, блин! Ребята, офигеть, что это за серия? Я просто в шоке. Столько событий и столько персонажей вернулось в сериал, что я офигел немножко. Во-первых, Мося узнал, что его настоящий отец это вот этот лягавый. Потом вернулась Мурцдэй, да? Ой, Вэнздэй. Свёкла, короче, вернулась в семью. Всё-таки она не стала блогером на жёлтом ютубе. Потом мама киллер снова появилась прямо в центре кадра, блин. И спасла свою семью из заложников. И Треху вернулся на свободу. И теперь серия закончилась на самом эпичном моменте. Короче, ребят, ждём десятую серию. Мне кажется, десятая серия будет вообще отвал балды. Кто любит этот сериал, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр, всем.